Думаю, те, кто знает, что такое провести с женой день шопинга по магазинам, со мной согласятся, что после этого просто необходимо выйти куда-нибудь на природу, чтобы развеяться. Завтра мы планируем посетить гору Бойко. Это горный массив, который знаменит не только своей мистикой, но и многими-многими моментами, о которых мы расскажем завтра. Путешествуем вместе. Оставайтесь на Кабуле. Завтра все будет иначе, не так, как вчера. Завтра из города мы направляемся в горы. Это местами серьезно, но в целом игра. Мы закроем дома, мы вернемся не скоро. Кто-то сказал, за горами сказочный лес. Там на заветных деревьях сидят попугаи. Звери повсюду гуляют. Никто друг дружку не ест. Хочется это увидеть, ведь так не бывает. Итак, мы в селе Богатырь. Начинаем маршрут от озера, поднимаемся к озеру и движемся по направлению к вершине Бойко. Что увидим, расскажем, покажем. Оставайтесь на канале. Я думаю, будет много интересного. Всем привет. А что за вершинность? Что-то смотрю просматриваются. И вот дошли до озера. Иди. Здесь золотая осень в разгаре уже. Место необычное. Я надеюсь, мы там почувствуем много интересного и увидим даже духов. Пробавили. Пошли. Уже. Так проявление без... Все идут отличненько. Все идут. Это самое главное. Все идут. Ключевое, да. Как? Чувствуется? Да. Теперь пора привал. Вот так вот за силой ходят. Места силы это не просто прилетел, да, приехал. Оптимальнее было. Те же макароны, 2 литра воды, там вполне достаточно. Не будем мы нигде макароны варить, заехали, вообще тащили. Бутерброды, чай все. Я же говорю, лечебное голодание. Получается, да? Первый тур на нашем пути. Идем. Хорошо идем. О, какая-то традиция, да? Это значит... Надо снизу уже начинать тут. Да, летел и застрял. Конкретно в рост. Да, родник есть. Вода не факт, что есть. Водограй. Вот мы подошли. Что мы здесь сделаем? То воду набираем? Водограй водичка. Есть немного, но вода есть. Супер. Ничем не фильтрованная, не парировала? Ни здесь было. Не помнишь, когда были? И воздух, аж сладко. А сюда ты еще пойди... Нет, теперь дойди. Нет. Да это синее. Вот цветан. Да, листво осыпалось, лес голый стоит. Такие огромные деревья-гиганты встречаются. Огромных деревьев. Вот сколько ему лет, да? Представь. Ну, лет 300-400, я думаю. А тут вопрос по-другому. Креста не было, когда я последний раз здесь был. Установили крест. Так, а вот эта икона, она датирована? Каким-то веком тоже или? Нет, это современно. Это уже современно. Да, вот этот третий. 28 метров. 28 на 17. Большой. Большой, да. Большой. Потрясающие виды открываются. Да, здесь уже видон. Остатки дольменов. Друзья, достаточно простой способ узнать, что вы находитесь на месте силы, что окружающее вас постранство имеет различные энергии. Это посмотреть на природу. И, как вы видите, вот здесь есть необычные деревья очень. Эти деревья показывают то, что энергия здесь закручена, что есть различные частоты и вибрации. И вы реально пришли на место, отличающиеся своей вибрацией и частотой от других мест, то есть на место силы. Пользуйтесь этим способом для того, чтобы узнать, а где же в ваших краях находятся такие места. – Отлично. – Сродник, которого на карте нет, но… – Ну недавно сделан, сделан руками. – Да, сделан. Красивая, культурная. – Листво его немного забило. – Ну, за ночь бутылку натапаешь. – Да, за ночь бутылку натапаешь. – Ну, показалось, не показалось. – Они тут вообще устроили торговлю. – Слушай, а я же с тобой торговлю как птич. – Видели они? – Смотри, это считать не умеет. – Ну, выгнали парня. – В прошлый раз я взял и сократил вот так вот. – Вот здесь? – Ну, где-то в этом районе. Три раза падал, короче. В общем, надо ходить по тропе. – Да. – Они выкрученные по спирали стволы. И показывают о том, что здесь энергетика изменена. Вот так вот это выглядит. – Не вижу, что снимаю. – Ну, короче, в общем. вот мы на высоте уже более тысячи метров это у нас за нами отвесные скалы вернее под нами добрались ребята проявили мужество силу стойкость выносливость мы набойка говорят что гора не всех пускает нас сегодня пустила всех соответственно плохих людей среди нас нету что радует ну короче передаем привет и естественно меня был самый тяжелый рюкзак всем привет я евгений фильмов я сафронов роман вот мы на горе бойко закатные часы они самые крутые во-первых а потому что начинаешь ценить каждую секунду понимая что хороший отлично реально ли замерзла вот так вот начинается ночь не одессе от конденсат здесь роса уклон а здесь да реально замерзла уже не только Продолжение следует...